Приятного временипрепровождения! С вами, как всегда, Козел Альпийский. Это пятый ролик из серии Мистер Шакал Выживальщик. И сегодня мы с вами затронем такую, я бы сказал, основную тему выживарварства. Это питание. Питание, добыча продуктов питания, добыча какой-то пищи в принципе, и сам процесс ее питания ею, скажем так. И вот по этим параметрам, что у выживальщиков с интернета, что у Мистера Шакала был один большой косяк. Значит, из года в год повторяют еще какие-то советские, еще раз подчеркиваю, еще какие-то советские пересказы о том, что в лесу можно делать ловушки какие-то на зайцев, на дикую птицу, что можно питаться ягодами, можно питаться грибами в сыром виде. Все это не работает, абсолютно не работает. Хотя бы потому, что звери, звери, животные в лесу, да, это совсем не то, что учат учебники, что советские, что современные. Есть такой термин «звериная хитрость». И для того, чтобы узнать, что это, нужно животных, каких-то животных дома держать. И не один год, а лет 10 нужно держать. То есть, вот у кого есть собака, например, даже у кого есть собака в городской квартире, тот примерно понимает, что такое звериная хитрость. Так вот, говорят, что собаки самые умные звери, они просто самые податливые, они подчиняются человеку. А вот представьте, что на самом деле у всех зверей, вообще у всех животных даже практически, интеллект такой же, как у собаки, просто они не подчиняются человеку. То есть, вот если собака ко мне, она подбегает, да, когда крикнешь ей, а такая невоспитанная собака раза с третьего подбегает, то звери, он дикий, он зайдет со спины и схватит за ногу или просто убежит. То есть, он также понимает посыл, что от него хотят, что от него хочет человек, в том числе, когда человек идет охотиться, все звери все прекрасно понимают, и поэтому они просто скрываются. То есть, вот это, скажем так, даже не влияние человеческого фактора, просто человек не единственный, кто охотится на зверей, и звери сами друг на друга охотятся, вообще все животные друг друга едят. Не существует, скажем так, истинно травоядных. Травоядные, которые питаются травой, они при случае питаются совсем не только травой, поэтому, как бы, имейте в виду, что это вовсе не то, как говорят, что, например, город наступает, и дикие животные в лесах боятся человека. Если, вот, посмотрите на, значит, зону отчуждения, или там, вот, в основном говорят на, как же она говорит, пуща-то эта, Беловежская, в Белоруссии, там, где зубры, вот, посмотрите, там, заповедник, ну, это совсем другое. Вот там как раз есть человеческий фактор, там звери полуручные, они человека не видят, не боятся его, и там-то как раз их добыть гораздо проще. Но также там присутствуют хищники, и как от собак этот самый зубр убегал в своей Беловежской пуще, так он и в естественных условиях, где вне заповедника, если он где-то там остался или лось, так же он и будет убегать и от собак, и от человека. Просто человек, он не является частью природы, как бы кто ни говорил, да, именно вот этой местной природы человек, это все-таки, ну, согласно официальной позиции науки, он эволюционировал в Африке, человек является частью именно африканской южной природы, а не северной какой-то, поэтому как бы в северной природе на него мало кто реагирует. Так вот, почему я говорю такую тираду-то про зверей, про природу, нет для человека в северной природе, мы сейчас говорим про северную природу, где я пытался выживарствовать, мистер Шакал, такого источника питания для человека, чтобы он мог провыживарствовать хотя бы, там, не знаю, несколько месяцев. Нет, его просто нет. Во-первых, ягодами невозможно полноценно питаться, кишечник не выдержит, человек должен получать разнообразную пищу, в том числе, помимо ягод, должны быть еще и фрукты, причем фрукты сладкие, а не кислые, южные фрукты, южные ягоды, такие крупные, сладкие, типа слив или арбузов. Должна быть обязательно рыба, которую можно есть сырой, а это тоже южная рыба, ну, исключение какая-то там сибирская рыба, да. Также должны быть крупные животные, которые, скажем так, естественным образом превращаются в продукцию, то есть шел-шел буйвол, лев ему откусил половину тела, половину оставил и бросил. И пока не пробежали гиены, которых может отогнать человека, да, криками, у человека в распоряжении есть половина буйвола. То есть вот так, собственно, мясо человека первобытный в каменном веке. Я напомню, что каменный век, согласно официальной истории, длился 2 миллиона лет или около того. То есть люди современного типа, карманьонцы, прожили в каменном веке 2 миллиона лет. Сравните с современной цивилизацией, которая меньше 100 лет существует. Ты, значит, посмотрите, когда выживание было настоящим, а когда выживарварство. Так вот, в современных условиях нет вообще ничего. В северной природе лось встречается один на 100 километров. Ну, не один, но там 2-3. Допустим, на 50 километров встречается один лось. На 50 квадратных километров один или максимум там ластиха с лосенком. О диких свиньях я вообще не говорю. Они, может, и встречаются чаще, но добыть себе тушу... Мистер Шакал только один раз смог. Об этом есть серия у меня на канале. Но без ножа или без какого-то... Ну, допустим, даже если удастся раздобыть мясо, да, ничего не сделаешь, потому что это мясо северное, при северном воздухе работают совершенно другие условия, плюс у нас совершенно другие насекомые, которые совершенно по-другому воздействуют на это мясо. То есть я сейчас говорю именно про сырое мясо, про приготовленное мясо, и говорить нечего, да. И сейчас небольшой такой факт, что мистер Шакал, он вообще не мог приготовить не то, что сырое мясо, а тушенку разогреть себе никогда не мог. Мы же все-таки говорим не про выживалого какое-то, не про выживарвоство, а именно про мистера Шакала. Он не мог даже разогреть себе тушенки, то есть он не знал, как это делать, не учился этому. На все мои вопросы он что-то мычал, то есть, видимо, брал пример с отца, да, ничего внятного мне не ответил, готовить он так и не научился. То есть, несмотря на то, что он прокачивал какие-то одни условия, да, выживарвоство своего, самое основное, а еда это основное, без еды загнешься через пару дней, или бродячие собаки тебе в этом помогут. Мистер Шакал почему-то это направление не развивал, всегда он приходил есть домой. Более того, он придерживался шовеницких взглядов, что мужчина вообще не должен заниматься готовкой, это все должна делать женщина. Как это коррелировалось с тем, что он женщин не любил и боялся, и не хотел вообще с ними не то что сожительствовать, а общаться даже, я не знаю. Ну, я говорю, что довольно тронутый был типок. Современные выживальщики, да, которых полно на ютубе, они хотя бы приходят в лес с собой, приносят мясо или какую-то тушенку, умеют там это все разогреть, как-то приготовить. Мистер Шакал не умел и вот этого даже делать. Именно поэтому, да, то есть спустя пять роликов я могу подвести итог такой промежуточный. Мистер Шакал, он даже не выживарвар. То есть вот современного выживальщика можно назвать выживарваром, потому что он как бы все-таки может эти 24 часа или эту неделю с мыслями о том, как бы поскорее вернуться в городскую квартиру, прожить в лесу, готовить себе какую-то еду. А мистер Шакал даже этого не мог и не может сейчас. То есть он по еде полный ноль, он не может себе разогреть даже готовую еду. И именно поэтому через пару дней в лесу он бы просто бы загнулся. А на сегодня все. С вами был Газел Альпийский. До новых встреч. Всем пока.